99-й год. Сергей Демьяненко провел на Северном Кавказе, участвовав в контртеррористической операции. Летчик-испытатель, ныне герой России, прибыл в Барнаул, встречался с юными коллегами, студентами военной кафедры политехнического вуза. Возможность пообщаться с представителем непростой профессии заинтересовала и парней, и их наставников. Как у вас была организация питания, чтобы, может быть, кто-то навыдрить занятия? Мы их обучаем в полевых условиях, как организацию приготовления пищи. Может, у вас какие-то есть примеры? Два куска хлеба на завтрак, два куска хлеба на обед, два куска хлеба на луна. Не потому, что там чего-то не хватало. Просто вот бывает ситуация, когда перехватили и колонну там где-то прижали и вовремя завезли. Ну ничего, в этой ситуации у летом состава ящик сидит, патронный, открываешь, там салы лежит, там колбаса копченая лежит, мясо вяленое. Ну, с головы не умирали, но так вот моменты были. Кухни где? Без кухни не обойдешься. Молодежь спрашивала об историях с работы, парней интересовала, можно ли в короткий срок научиться управлять воздушным судном. Сергей Демьяненко вспомнил, как в его молодость Барнаульская летная школа была одной из самых мощных в стране по подготовке будущих летчиков. Школа существует и сейчас, но без специального обучения, которое позволяет выпускникам стать военными летчиками и устроиться в престижные подразделения. В мое время было училище Барнаульское. Вот и в свое время, оно же не только вот ваше Барнаульское училище, оно было и Саратовское училище, оно было там и Волгограде Качинское училище, ну и так далее, там по списку можно перечислять. Это были, ну как это, гранты. Вот ваше училище готовило истребителей-бомбировщиков, Кача готовило истребителей, Саратов готовило армейскую авиацию. То есть это были те гранты училища, которые, ну, пускай летчиков защищали не по стране. В Алтайском крае надеются, что былая мощь еще вернется в Барнаульскую летную школу. И наш регион продолжит воспитывать героев для страны. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.